приветик всем любителям фитнеса и в особенности новичкам в этом нелегком деле многим из вас иногда кажется спортивные термины и вообще любые словосочетания на эту тему слишком сложными и иногда хочется сказать просто да ну его нафиг я ничего не понимаю но на самом деле все совсем не так а гораздо проще и сегодня вашему вниманию я предлагаю вам свой фитнес словарь термина так что теперь вы точно будете знать какой вид тренировок вы выполняете что именно вы выполняете на своей тренировкой и точно сможете поддержать грамотный разговор даже среди трениров так что давайте начнем анаболизм это процесс создания новых веществ клеток и тканей например создание новых мышечных волокон новых клеток накопление жира синтез белков и гормонов но выбор что творить мышечную ткань или же бессмысленные жировые отложения конечно же выбор за вами катаболизм это процесс обратный анаболизму то есть расщепление сложных веществ на более простые например расщепление жиров продуктов питания и так далее на самом деле катаболизм и анаболизм это как одно целое и главное чтобы эти два процесса протекали без происшествий но для нас самое главное чтобы второй процесс распада катаболизм не принимал слишком экстремальные формы в период голодовки или же слишком сложных и затянутых тренировок рассмотренные ранее процессы анаболизм и катаболизм это и есть всем известный метаболизм или его еще называют обмен веществ здоровый метаболизм есть у тех людей у которых эти процессы обновления и распада работают без всяких происшествий и перебоев более подробно о метаболизме и как его ускорить вы можете посмотреть в этом ролике кортизол это очень важный но неоднозначный катаболический гормон с одной стороны он помогает когда активируется при стрессовых ситуациях например пожарах или наводнениях но с другой стороны он активируется только из-за того что сжигает энергию из наших мышц которые мы с таким трудом добивались и конечно же он быстрее будет изнашивать ваше сердце и вашу нервную систему тестостерон это главный анаболический гормон который помогает вам строить мышечную ткань и сжигать жиры и наконец-то перестаньте бояться перекачаться потому что этого гормона в 20 раз больше у мужчин чем у нас и даже они иногда не могут приобрести ту мышечную массу о которой уже давно мечтают также этот гормон улучшает наше настроение и придает уверенность себе а на аэробные нагрузки это коротковременные тренировки при которых ваш организм ощущает нехватку кислорода эти упражнения выполняются за счет энергии запас которой находится в ваших мышцах и в отличие от аэробных упражнений не нуждается в кислороде который поступает при дыхании вот простые примеры анаэробных упражнений это тяжелая атлетика бег спринты различные велосипед это интервальные тренировки изометрические упражнения и вообще любая нагрузка которых есть тяжелые физические упражнения аэробные нагрузки это тренировки в которых ваш организм получает энергии за счет кислорода который поступает ваш организм такой простой пример тренировок как длительные пробежки но здесь очень важно умеренная нагрузка если вы будете совершать длительные забеги нечасто то ваши суставы будет в отличном состоянии у вас ничего не будет болеть и конечно же вы будете худеть без вреда вашему здоровью выгода в том что ваш организм быстрее расходуют быстродоступное топливо гликоген и быстрее приступается зажигание жиров тела и конечности человека находится в неподвижном состоянии но ощущают большую нагрузку на себе круговая тренировка это выполнение нескольких самых разных упражнений подряд без отдыха между ними или с небольшим отдыхом при этом каждое упражнение делается не по одному разу а прописанное количество повторений и конечно же пройдя такой круг вы делаете небольшой отдых и потом повторяйте все заново количество таких кругов зависит от вашей натренированности или же от сложности самих упражнений очень удобен такой вариант тренировок если у вас мало времени не хватает какого-то спортивного инвентаря или же вы просто новичок в спорте плит тренировки составляются таким образом обычно в неделе у вас бывает 3-4 а то и больше тренировок но цель такова чтобы за всю неделю вы проработали все ваше тело а за один тренировочный день одну-две мышечные группы приведу пример один тренировочный день ноги пресс второй тренировочный день руки спина и третий тренировочный день ягодицы и грудь таким образом каждая часть вашего тела тренируется один раз в неделю конечно же более продвинутые люди могут тренировать каждую часть тела более чаще два-три раза в неделю повтор это заданное количество повторений в данном упражнении к примеру 20 приседаний 10 отжиманий и так далее подход он же сайт эта серия повторов в отдельном упражнении обычно в тренировочных программах прописывается количество повторений количество подходов и время отдыха между ними вот такой простой пример как 25 повторов выпадов которые необходимо сделать три подхода что такое супер сет все очень просто вы выбираете два упражнения которые прорабатывают противоположные мышечные группы к примеру два таких простых упражнений как подъем кантелей на бицепс и выпрямление рук с канаткой то есть у нас работает две противоположные мышцы трицепс и бицепс двусет это два однотипных упражнения которые вы выполняете без отдыха между подходами три сет это практически то же самое что и два сайт но следует из названия здесь уже конечно будет использоваться уже три упражнения но чаще всего они абсолютно разные примеру тяга шанги наклоне жим лежа и допустим выпады дроп сеты это сеты со сбрасыванием веса итак вы начинаете свой сет с определенным весом отягощения будь то свободный веса или же блочный тренажер и доводите свой сет до отказа когда выполнение его без правильной техники становится просто невозможным и начинайте уменьшать свой рабочий вес на 25 процентов и опять доводите свой сет до мышечного отказа многосуставные упражнения это упражнения в которых задействовано несколько суставов или же мышечных групп их еще называют базовыми или основными примеру это приседания становая тяга жим штанги подтягивания выпады их очень и очень много кстати давайте проверим ваше знание базовых упражнений и напишите полный список базовых упражнений которые вы только знаете односуставные упражнения или их еще называют изолированные это упражнения в которых работает один сустав и одна мышечная группа к примеру подъем штанги на бицепс у нас работает один сустав и головка бицепса крепатура это боль в мышцах которые вы тренировали которая наступает после одного-двух дней после вашей тренировки и которая сходит в течение нескольких дней более подробно о крепатуре о всех ее нюансах вы можете увидеть в этом видео читмил читинг или загрузочные дни это плановое нарушение вашего режима питания чтобы планово проводить читмилы они есть все что попало у вас уже должен быть расписан грамотный рацион вашего питания или же сбалансированный с небольшим дефицитом калорий или же вообще без углеводный также с небольшим дефицитом такие читмилы необходимы для того чтобы разогнать ваш метаболизм пампинг это эффект резкого прилива крови к мышцам который выражается в резком возрастание давлении в сосудах и в мышечных волокнах достигается он как правило большим количеством повторений в упражнении или большим весом который вы используете в этом упражнении что и приводит к притоку крови к мышцам и к визуальному их увеличению кроссфит это экстремальная система физической подготовки которая основана на чередующихся иногда случайным образом базовых упражнений из разных видов спорта в основном это гирьевой спорт тяжелая атлетика легкая атлетика гребля или же гимнастика эффект плата это беспричинное прекращение потери вашего веса во время похудения в основном это происходит из-за того что ваш организм адаптируется к новому режиму питанию или же к новым тренировкам более подробно об этом эффекте плата и как с ним бороться вы можете увидеть в этом видео амплитуда движения это протяженность траектории движения в упражнении к примеру вы выполняете приседания со штангой вы можете приседать до параллели с полом или же ниже то есть если вы приседаете ниже параллели с полом тут значит ваша амплитуда движения становится больше перетренированность это состояние нервного и физического утомления вплоть до истощения обычно такое бывает если вы тренируетесь слишком эффективно то есть каждый день несколько раз в день или же тренировки непривычны для вас разминочный подход это подход который выполняется с малым весом обычно от 50 процентов от рабочего веса он необходим для того чтобы ваши мышцы приготовились к дальнейшей работе и вы вспомнили технику выполнения данного упражнения а рабочий подход это тот подход в вашем упражнении когда вы выполняете упражнения по максимуму то есть вы берете максимальный вес и выполняйте его то заданное количество повторений с которым вы можете выполнить это упражнение идеально с идеальной техникой ну что ж мои хорошие вот и основные термины фитнесе которые необходимо знать каждой девушке чтобы знать что она выполняет и я надеюсь что вы теперь что-то знаете может вы услышали что-то новенькое обязательно пишите какие-то термины которые я еще не затронула я думаю что это будет не последняя часть таких видео и обязательно их упомяну в следующем ролике большое спасибо вам за просмотр желаю вам эффективных тренировок и правильного питания скоро увидимся пока пока а а